Привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами снова Солид, и с 24 по 25 сентября на танковом полигоне Алабина проходила игра под названием Война, девятые сутки на броне, с применением военной техники. Сразу хочу сказать, что из-за плохого самочувствия я был не на всей игре, а только на первой дневной фазе, и поэтому, к сожалению, всю игру я вам показать не смогу. А сейчас запасайтесь вкусняшками, я желаю вам приятного просмотра. Видите вот эту очередь, как во времена СССР? Это все, естественно, страйкбалисты, и стоят они все на хрон. Чтобы ваш привод был допущен к игре, он должен пройти хронирование, другими словами, замер скорости вылета шара. Также обратите внимание на обилие грязи. Всю неделю лили дожди, и мы получили от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Любая игра начинается со стоянки, потому что там мы переодеваемся, готовим свои привода и так далее. А на ней чего только не увидишь. Вот, пожалуйста, УАЗик с миниганом и российским флагом. Как вам? Как вам такой подход, друзья? Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете. А вот еще один аппарат, который свет не видывал, и я даже не знаю, что это такое, из чего это сделано. Но ребята, судя по всему, вложились и постарались. За это им можно только респектовать. А сейчас он даже заведется и поедет. Итак, уважаемые зрители, пока что игра не началась. Мы вот вместе с командником, пилотом, сейчас смотрим площадку, где был танковый биатлон настоящий. Вот, противотанковый ров, так называемый. Когда вы еще тут постоите или увидите кадры вот такие? Ну, я туда входить не буду, я там не знаю, глубоко или нет. По-моему, глубоко, кстати, там. Как и всегда, на центральной площади куча магазинов. На игру можно вообще приехать голым, в трусах, но с деньгами. Вы тут можете купить все. Одежду, зарубежные медикаменты, привода, гранаты, шары и починить привод. Впервые на сутках я вижу мобильный музей поискового отряда «Рубеж-2014». За это отдельное спасибо, потому что я наконец-то подержал в руках то, что видел только в музее. И еще жирный плюс организаторам за большую столовую с бесплатным питанием. Такого я вообще не помню. На прошлых играх ели все на улице. Ну, а сейчас вы увидите самую торжественную часть – построение. Проходим на построение. А, пожалуйста, шире, сделаем шире площадь. Синяя сторона – отлично, а вот желтая – еще 10 шагов назад. А лучше даже 20. Побольше пространства, чтобы все в лес сумели. Итак, для начала я хотел бы представить стороны. По левую руку от меня в желтых повязках – страна республика. И командир Митяй. По правую руку от меня – страна конфедерации. И командир Бомблик. Ну, во-первых, я хотел бы вручить переходящий кубок министра обороны, посвященный сегодняшней игре. Передается организаторам вот этой замечательной игры. Ну и коротенько, на четырех листах. Я хотел бы, что зачитать приветствие министра обороны. К участникам военно-тактической игры «Сутки на броне». В девятый раз полигон Алабина становится центром притяжения позитивной, патриотически настроенной молодежи. Ежегодные международные антарктические игры «Заря» стали удаваемом брендов в России и за ее пределами. Теперь это площадка для общения и действия молодых людей, увлеченных в военной истории, географии страны и военной делами. Мы готовы и дальше поддерживать стремление молодежи служить Родине. Поддерживаем эти всеми возможностями войск и военных округов. Содействие армии будет оказано и в рамках военно-тактической подготовки. Выделением полигонов, современной боевой техники и стрельбищ для тех, кто добровольно готов посвятить свое время изучению военных дисциплин и военно-спортивных мероприятий. Готов повторить вам те же слова, что были сказаны в мае в адрес юноармейцев. У вас будет возможность стрелять из всего, что стреляет, кроме ракет. У вас будет возможность ездить на всем, что у нас есть. Желаю всем незабываемых впечатлений, уверенных побед и всего самого лучшего. Министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу. Ну и по поводу пострелять из всего, что стреляет. Мне это удалось сделать до начала игры. Что, уважаемые подписчики, стреляем с настоящего автомата. Давненько я этого не делал. Люди, ну давайте, я не знаю, воздух хотя бы. Вперед, за мной, пошли! Вообще клево. Наша команда была в составе сил специальных операций. И после эпичного выстрела мсты началась игра. Ребят, прошу меня извинить за ухудшение качества видео с квадрокоптера. Но это была техническая причина, но и сейчас не об этом. Вот так выглядел старт игры. Кто на своих машинах, кто на БТРах, кто вообще пешком выдвигался на свои позиции. Так вот, друзья, мы снова на связи. Короче, в связи с тем, что мы потратили большое количество времени на красивые кадры, на съемку эпичных сцен, как все наши силы, которые здесь стояли, уезжали по своим местам. Мы-то остались здесь, а наши-то ушли. И вот сейчас у нас самая основная задача найти своих, пробраться через тыл противника и выйти к нашим силам. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали! Самое не смешное то, что пропала связь с нашей командой. Мы договорились встретиться после старта прямо вот здесь. Видите вот эти палатки? Тут находится наш штаб. Подозревая, что наших как разведку отправили вперед, мы поехали дальше. А именно на Новый Орлеан. Потому что именно там уже шел бой. Если посмотреть на карту, то это логично. Да не-не, я уеду. А где наши? Подвезли. Что-то наших нет. Нет. Ты посмотри, там может синие где-нибудь сидят. Я тут куто, когда тут у вас. Вон, это кто сидит? Слева. Это кто сидит? Желтый. Я чувствую, мы сейчас своих встретим. Провода какие-то, блядь. Мощь, да? Противник где? А противник уже подходил к точке Новые Орлеан аж с трех сторон. Кто, давай, я готов. Да-да-да-да-да, давай. Не паникуй. Вон противник, вон впереди. Один. Уничтожь его. Ты что, не идешь-то? Назад отойди. Пилот, назад отойди. Противник впереди. Главное, назад не сдавай. Что, есть там? Где командир-то? Раз, техник, мой послан. Снимай, у вас жопа. Не очень жопа. Там мертвый. Там мертвый. Так, слева-справа ничего нету? Слева. Мы иногда меняли свои позиции, поэтому я буду вставлять эту карту, чтобы вы поняли, где мы. Вот, друзья, вот на таких позициях, блядь, сидеть приходят. В темпе, в темпе. Что, вы отходите, что ли? Молодцы. Молодцы. Надо туда посмотреть, ходить, что там. Здесь нам, наконец-таки, удалось наладить связь с нашей командой, и они оказались в зеленке на базе. Спеша к ним, и заодно для того, чтобы прислать сюда подкрепление, я попросил БТР отвезти нас на базу. Вместо этого ему поступила другая команда, идти вперед на прорыв на северо-запад, прямо на врага. Недолго думая, я и пилот оказались на этом БТРе. Ребята, до встречи, если что, пойдет. Ребята, до встречи, если что, пойдет. Зачем нам туда-то, давай? Да мы как вон тут, мы как в тыл заходим. Какой тыл, нас сейчас убьют все. Давай назад, давай назад. Мы сейчас тут умрем просто. Ты, получается, командуешь с техними. Назад, 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 пускай едет. Назад, назад. Давай на базу СО нас отгоним, мы там высадимся и дальше. Там свои. Давай, дорогой, перебегай сюда. Перебегай. Ребят, перебегайте сюда вот. Давай назад. Давай на базу СО отвезешь нас и приедешь обратно. Мы вырвались из окружения. Вдвоем. Все остальные вот стоят. Слушай, а почему полковник? А потому что в виртуальном отряде АСВДВ я тут служил сюда полковника за 10 лет. Поэтому вот такая шутка будет. А где они хоть там сидят, что ли? Возвращение на базу, друзья, всегда приятное занятие, особенно если вы по-игровому живой. Некоторые на вас смотрят с удивлением, потому что оттуда обычно возвращаются с красными тряпками. Все, спасибо тебе. А кто командир СО? Вон там где-то был. Слушай, командир, а где мечи сидят, не знаешь? Мы просто отстали. Меч. Да, меч. Они, скажем, где-то в зеленке там. Какая рода? СО. Это мое. Они тут на обороне. Ну все, все. Мы к ним тогда. Нашей команде выпала достаточно ответственная задача. Это оборона штаба с южного направления. Значит, противник на час. Как минимум два человека. Вот так вот где-то они, вот здесь. Возможно, обходят справа. Что, минометом их не поразить, что ли? А где снаряд? Нет. Да, один. Любой карман. Сейчас долбанё, а не за***. Давай, открывай любой карман. Как, боковой? Любой вообще. Ха-ха. Вот он. Этот, зажигалку дай. Где-то вот так вот. Слева. Выстрел! Внимание! Приготовились! Да. Как он улетел? Чё, как правее? Да правее. Ай-яй. Давай ещё одна. Давай, устроились. Выстрел! Согласен! 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 А это не она? Выстрел! Здесь противник был не так активен, поэтому показывать особо нечего. Кстати, именно отсюда я выходил в перископ. Возле штаба вообще расслабуха, потому что там пьют чай, кофе, шутят и так далее. И во время записи видео вот точно так же подъехал грузовик синих и просто начали всех расстреливать из КамАЗа. Поднялся шум на тему, кто разрешил стрелять из закрытого тента. В общем, в меня попали, я отправился в мертвяк. Чем это всё закончилось, я не знаю. А почему это нельзя? Вот бегом, а бегом, а утром! Здесь уже не влезли, как разовна, здесь. Я специально сломал пара, здесь все. Скажу, что в мертвяке мне скучать не пришлось, потому что я впервые в жизни выстрелил из винтовки Мосина и ПТРД. Так, друзья, знаменитая и уважаемая винтовка Мосина ещё тех времён. Ещё вот, видите? Давайте попробуем. Смотри, нет, стоп. Чё? На себя вытягиваешь. Вот это? Да. Так. Теперь поднимаешь вверх. Вверх до упора. Ну, а вот. На себя. Держаем второй. Давай. Всё? Да. Смотри, я сейчас пассивно понизил. Снимаешь? Я понял, что я сошёл. Отлично. Так, выстрел номер два. Так, в шину, в шину. Вот. Давай, сиди. Друзья, это непередаваемое ощущение, потому что почти наверняка из этого оружия стреляли по врагу. Потом его нашли, откопали, восстановили, и оно также безотказно работает. Я очень рад, что мне удалось прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова. Триста, триста, триста! Какая бред! Многие из вас спрашивали, большая ли отдача. Посмотрите на моё плечо в замедленной съёмке. Честно, никакой отдачи я вообще не почувствовал. Скорее всего, это из-за холостого патрона и большого веса самого оружия. А это что такое? Это из капры или что-то? Время в мертвяке пролетело абсолютно незаметно, и нам нужно снова выдвигаться в бой. Мы сели на БТР и отправились на помощь к своим, но нас остановил противник. Блин, у него этот, снайперка. Проходим за БТРом! Там снайпер. Идём за БТРом, держимся. Это зря. За БТРом? Это что-то сейчас будет. Это что в кусты сиганём? А там враг! В те кусты тогда лучше. Это что будет? Смотри, их справа, да? Да. Смотри, стой здесь, сейчас их расстреляют. Вообще за БТРом не идите. Не за БТРом никогда! Господи. Видишь? Всё, о, я говорю, еб***л сейчас. Слон. Да? Это спас, мне жизнь. Что, в смысле? Ну, х***. Всё. Не стойте у них на линии, не мешайте, ребятам. Мы не стоим. Илья, б***ь! Сюда идите! Наш, передавали, что наш. Ну, чё, надо пройти до Атланты. Раната! Раната! Хорошо. Стоит миномёт! Впереди и справа от дороги противник. А что с левой стороны, мы пока не знаем. Необходимо разведать и попытаться пройти к противнику с низины. Всё, лесом пойдём? Конечно. В болот справа. Ну, тут не пройдёшь. Тут да. Синий на дороге, ребята! Гасим устанк! Илья, аккуратненько. Прием! Сомандир 13-й вот этот канал Под Гамильтоном по нашим НАТО выбьют Русики, русики, отстреливают двоих Стой, 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 стой Стой Женка за тут Вроде Там кто-то есть Убило, убило, убило 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 Вместо 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 Убил Там движение Вот здесь движение, а, вот, свои Сейчас идет такой позиционный бой, мы с левой стороны от дороги, а не с правой и пытаемся в друг друга попасть Попал в одного в голову Противник бросил дым и перебежал через дорогу к нам на левый фланг Стой Минус еще один Так, убегаем Убегаем под баттером Зная, что у противника численное превосходство, мы решаем отступить и закрепляемся возле БТРа БТРа Че идете за броню, работаете блять Дальше путь пройдете Давайте, работаем Сейчас их остановят там, не надо Не иди Противник слева Вот здесь Не иди туда Да Я бы постоял на вашем месте Иван, видишь? Они справа Вовлет 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 Есть вариант попробовать обойти вот так вот справа Не известно какое там количество Слова Смотри Да 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 О, видишь? Да Но зато мы поучаствуем в такой пищевой битве Да Надо партизанин Только я про это и говорю Противник Вопрос здесь или там? Там, наверное Здесь более понятно О, видишь? Все Короче, парни, можно, знаете, как зайти вот пораньше вот так вот Да, да, я про это и говорю Вдоль ним торец либо Все, пойдем Сделай, сделай Зови своих давай Зови, сейчас в плане зайдем Пойдем Перешли мы на правую часть дороги Чтобы посмотреть, что творится справа Мне тоже Не, сейчас все внимание не на нас, а на байфер, понимаешь? А? Там стреляются Это за Ричмонт А Не рекомендуется Наверняка вам интересно Что же творится там Возле бетера В горячке боя А у меня есть эти кадры, друзья Со мной связался человек Который находился именно там И поделился со мной этим видео Стой Давай Толпу собирай Вперед Двигай Вот Парни подходит Ну подержите их Да окей Окей Справа Это там Нахуя народу Спасибо ему за это огромное А мы продолжаем Не спеша идти вперед Потому что у меня есть Подозрение Что справа не чисто Знаешь сколько умных людей Сейчас в комментариях напишут Надо было поддержать Ага Коли Да Давай 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 Сейчас Свой Смотри мне Чего двигать Куда Прижали тебя Стой 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 Откот Откот Чтобы избежать потери Да и самому не получить шар Мы решаем отступить ближе к своим на блокпост Кстати к сожалению нашим по дороге так и не удалось прорваться Все кто там был Потом уехали на БТРе с красными тряпками На блокпосту события разворачивались тоже весьма печально Противник с Ричмонда не переставал атаковать тех кто находился прямо на дороге И наблюдая за этим конечно вырывались фразы которые на видео так и не попадут Чуть ближе подойдут и уже до нас даже достанут Не Не само само Не само само Мы тут эти диванные аналитики Окопные эксперты Сидим в окопах и просто обсуждаем что там делать Ооо видишь пошли Сейчас обратно с красной тряпкой пойдут Да это наши слышь Это наши стреляют Я понимаю в смысле наши из команды Пойдем Огонь 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 Давай давай Лазай Огонь Огонь Они стреляют по нам А мы по ним Танк будете стрелять? Танк Танк Он на сближение пошел Пацаны тут враг Здесь Пулемет иди сюда Вот Вон они движение Вон он Танк Вон он нет вон да нет башка торчит башка торчит вон вон да нет не смело что-то не смело что-то не смело что-то не достаем да ну навесом в меня попал шар прямо в губу и я отошел к блокпосту чтобы записать как стреляет танк ребят на этом к сожалению все вечерело все готовились к ночной фазе и оттуда уехал когда совсем стемнело но наша команда осталась там до конца игры хочу сказать огромное спасибо организаторам спасибо погоде вам большое спасибо что досмотрели и всем тем людям которые меня узнали огромное спасибо таких было на удивление много мне правда было очень приятно